Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на нас, рекомендуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйва, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже. Канал потихоньку растет, новые видео добавляются, подписывайтесь, как говорится, на всякий случай. Наверное, в жизни каждого человека, который задумался о приобретении поддержанного автомобиля, так или иначе возникал вопрос, что предпочесть более свежую по годам выпуска и с меньшим пробегом, но более простую по классу машину, либо замахнуться на комфортный, но при этом более возрастной премиум, примерно в ту же ценовую категорию. Те, кто этот выбор уже сделал, наверное, могут много рассказать на собственном примере. Как хорошего, так и не очень. В нашем сегодняшнем выпуске мы хотели поговорить про автомобиль, который все еще встречается в большом количестве на вторичном рынке и вполне может фигурировать в подобных сравнениях. БУ премиум против автомобиля посвежее. Интересно, что с учетом того, что с момента выпуска последнего самого свежего подобного автомобиля прошло уже очень много времени, цены на эти машины более или менее стабильны на вторичном рынке. И на первый взгляд, купив подобный автомобиль, есть шанс продать его через какое-то время, практически не потеряв в деньгах. Так ли это на самом деле и к чему надо готовиться, если вы все-таки решились на покупку, мы сегодня поговорим. Встречайте, Lexus RX 300, первое поколение. Lexus RX 300 в кузове MCU10 появился в далеком 98-м году. Этот автомобиль провел на конвейере 5 лет и успел пройти через рестайлинг в 2001-м. Последние экземпляры подобных автомобилей скатились с конвейера в 2003-м, уступив место RX 2-го поколения. Изначально эта машина, конечно, предназначалась для рынка США. И на рынке Штатов этот автомобиль позиционировался как компакт-кроссовер. Однако по российским меркам, конца 90-х, начала 2000-х годов этот автомобиль вполне тянул на солидный премиум. Если оставить за рамками обзора японские версии с наименованием Toyota Harrier и правым рулем, которые могли иметь силовые установки на 2,2 литра рабочего объема, а также на 2,4 литра, и передний либо полный привод, то именно у RX 300 вариантов по выбору моторов не было. Двигатель был один-единственный трехлитровый, но единственная разница могла крыться в указанных в ПТС лошадиных силах. 197, 201, как в нашем случае, либо даже 220 лошадей. Такие версии тоже встречаются. А вот что касается привода, то у европейских модификаций, которые в первую очередь отличаются от рынка США не только спидометром в километрах, но и наличием повторителя указателя поворота на передних крыльях, привод мог быть только полный. Ну а версии для США могли быть и на передке. Поэтому при осмотре подобного автомобиля не лишний будет поднять его на подъемник и убедиться в наличии кардана и заднего редуктора. Особенно если речь идет про машину из США. Наш сегодняшний экземпляр как раз американец 2001 года выпуска. 3 литра, 201 лошадь в ПТС, 4 диапазонный автомат и 4 ВД. Ну и по традиции обзор мы начнем с разговоров про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот кузов способен сопротивляться нашим дорожным реалиям. Если говорить про показания толщиномера, то при осмотре поддержанного RX 300 этого поколения, если машина будет в заводском окрасе, скорее всего вы будете наблюдать показания в разбросе от 90 до 140 микрон. Это в принципе стандартные цифры для большинства японских автомобилей. Что касается качества лакокрасочного покрытия, когда-то оно было весьма неплохое, но с поправкой на возраст. Все-таки самый молодой RX первого поколения в 2022 году разменял 19 лет, как-никак. Представленный автомобиль 2001 года выпуска. И в процессе подготовки этой машины к продаже, конечно, пришлось заниматься в том числе и косметическими малярными работами. Хотя к своему 20-летнему рубежу эта машина изначально подходила с двумя косметическими окрасами по 180 микрон на правых дверях. Этот автомобиль хороший пример того, что кузов при условии отсутствия следов ДТП, которое повлекло за собой структурный ремонт, также может очень неплохо сопротивляться коррозии даже в 20-летнем возрасте. Но большинству его собратьев на вторичном рынке, скорее всего, повезло в этом плане меньше. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обязательно смотрите машину на подъемнике, внимательно изучите состояние днища, порогов, поддомкратников этого автомобиля. Также советуем обратить внимание на задние арки, на следы возможного ремонта задних арок, на скорую руку. А также обязательно посмотрите низы дверей. Это уязвимые места, как, собственно, и на большинстве машин. Но качество металла у этих автомобилей еще вполне добротное. Поэтому даже к почтенному возрасту у него есть шансы сохраниться в приемлемом виде. Ну а теперь пару слов про бортовое электрооборудование и салон Lexus RX 301 поколения. Вообще, изначально каких-либо явных проблем с электрикой у этих автомобилей были лишены. Начать с того, что несмотря на то, что по меркам 90-х годов комплектация этих автомобилей была весьма пристойная, по нынешним меркам можно сказать, что эта машина достаточно простая по части электрики. А простая, значит, и отказоустойчивая. С поправкой на возраст этих автомобилей, конечно, салон, скорее всего, будет иметь какие-то отремонтированные элементы. В частности, на этом автомобиле перетягивались оба передних кресла. Пугаться этого особо не следует с учетом того, какие пробеги, как правило, успели выходить эти машины. Перетянуто и здорово. Не придется заниматься этой процедурой вам лично. Единственный момент, который можно назвать слабостью салона RX, это, пожалуй, заслонки климатической установки. Воздухосмеситель, температурная и так далее. При осмотре подобного автомобиля прощелкайте климат по всем режимам, поставьте все режимы обдува, посмотрите, чтобы направление воздушных потоков, соответственно, менялось. Отрегулируйте температуру от самой холодной до самой горячей. Также убедитесь, что все это дело работает исправно. И вентилятор не издает лишних шумов на всех скоростях работы. Нельзя не отметить, что, несмотря на возраст, то качество, с которым изначально был сделан салон Lexus RX 300, сохраняется, несмотря на прошедшие годы. Здесь везде очень-очень мягкий пластик, очень хорошая шумоизоляция, особенно если сравнивать этот параметр с современными, скажем, корейскими кроссоверами того же класса. Ну а теперь перейдем к подкапотному пространству классического 300 RX, в котором поперечно расположился один MZ-FE. Этот двигатель появился намного раньше, чем появился сам RX. Первые MZ-ы компания Toyota начала выпускать в 93-м году. Моторы этой серии чрезвычайно распространены и ставились в огромное количество моделей концерна, включая несколько поколений седана Toyota Camry, в минивэн на американский рынок Toyota Sienna, а также в большое количество моделей для японского рынка, включая такие варианты, как Toyota Camry Grazia и Mark II Qualys, представляющие собой ту же самую Grazi, но в кузове Universal. Достались эти силовые установки и большим минивэном Alphard. В общем, распространение они получили крайне широкое. В отличие от своего предшественника мотора в серии WZ, MZ-ы получили уже не чугунный, а алюминиевый блок цилиндров. По конфигурации это V-образная шестерка. Привод ГРМ на этом моторе ременный. Ремень в данном случае приводит по одному выпускному распредвалу в каждой голове, а от выпускных распредвалов через шестеренчатую передачу приводится уже впускной распредвал, на котором установлены в нашем случае муфты VVT. Ремень ГРМ имеет гидромеханический натяжитель и, соответственно, подлежит периодической замене. Но нужно отметить, что на MZ-ах на поршнях есть соответствующие выточки под клапана. И в случае обрыва ремня ГРМ клапана пострадать, по идее, не должны. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на один MZ нет. И регулировку клапанов по регламенту нужно проводить раз где-то в 100 тысяч километров пробега. Делается это подбором стаканчиков. Но на практике случается, что регулировка требуется намного-намного позже. Смотрите по симптоматике. Муфты VVT на этих двигателях также отличаются очень-очень большим ресурсом и в основном страдают по причине очень-очень грязного масла. Однако случаи их выхода из строя относятся, как правило, уже к очень большим пробегам. С точки зрения ресурса поршневой группы, один MZ это настоящий долгожитель, способный отработать порядка 500 тысяч километров пробега при условии должного за этим двигателем ухода. Немалому ресурсу поршневой группы способствует и тот факт, что в этот двигатель еще не залезли руки рационализаторов, старающихся сделать двигатель легче, дешевле, экономичнее или экологичнее. Поршни у MZ имеют, например, широкую юбку, что способствует стабильности при работе и исключает моменты со стуком поршня в точке перекладки, а также по нынешним меркам широкие нормальные маслосъемные кольца. Соответственно, проблемы с масложором у MZ начинаются либо к очень-очень большим пробегам при условии, что предыдущие собственники, откровенно говоря, затягивали интервалы замены масла и лили сюда что попало, либо после перегрева, которого эти моторы на самом деле не любят. Так что, если вам повезло и вы обнаружили Lexus RX300 с живым MZ, постарайтесь следить за исправностью системы охлаждения. Помпа, термостат, чистые радиаторы и смена масла по регламенту, желательно раз в 8000 км пробега. В остальном, каких-либо слабых мест у этой силовой установки очень сложно выделить. По большому счету, на возрастных машинах нужно внимательно смотреть за, например, навесным оборудованием. Ну а электронную дроссельную заслонку время от времени, возможно, придется чистить, которая может в данном случае быть причиной такого симптома, как плавающие обороты двигателя. Если силовую установку этого автомобиля можно однозначно отнести к сильным местам данной модели, то вот про автоматическую коробку, конкретно на моделях с двигателем 3 литра, так, увы, не скажешь. Дело в том, что четырехступенчатый автомат маркировкой U140F на этих автомобилях как-то не слишком хорошо уживался с моментным мотором, а двигатель действительно моментный. В зависимости от версии, он мог выдавать от 300 до 320 ньютон-метров крутящего. И для 140-й коробки этот крутящий момент в пике мог оказаться фатальным. Конечно, не сразу и не за один старт газ в пол. Но следует иметь в виду, что даже у очень аккуратных водителей, которые ездили на этих автомобилях плавно и чинно, данные трансмиссии, как правило, требовали вмешательства на пробегах до 250 тысяч километров. Это если говорить про те времена, когда машины были новыми. Соответственно, у более агрессивных водителей эта коробка и на раз могла лечь и на пробеге порядка 150 тысяч. Причем проблема в этой трансмиссии кроется как раз таки в железе. Здесь встречаются случаи как разрушения самой планетарной передачи, так и, например, разрушения задней крышки КПП. В любом случае, это не дешевый ремонт. Имейте в виду, при покупке подобного автомобиля не то, что тщательная диагностика, а просто готовность отложить энную сумму на восстановление трансмиссии просто обязательно. Если говорить про именно этот автомобиль, в котором я сейчас нахожусь, пробег на одометре 274 тысячи. Вопрос чего? Ну, скорее всего, миль, поскольку это американец. Двигатель здесь уже прошел через капитальный ремонт. И коробка передач на этом автомобиле, перед тем, как он попал к нам в автосалон, также прошла через процедуру восстановления, которая в реалиях 2022 года обошлась порядка 120 тысяч рублей. Так что, если вы смотрите подобный Lexus по низу рынка, готовьтесь сразу отложить 100-120 тысяч на ремонт КПП, на всякий пожарный. Что касается праворульных версий Toyota Harrier, с меньшими объемами двигателей 2.2 и 2.4 литра, на них устанавливалась трансмиссия U240, которая в меньший крутящий момент маленьких моторов переваривает достаточно беспроблемно. Но, вне зависимости от того, какую коробку вы выбрали, масло в этой трансмиссии лучше менять никак не реже, чем раз в 60-70 тысяч километров. А также постарайтесь скорректировать свой стиль вождения. Никто не говорит, что нельзя на этой машине ездить быстро, но, несмотря на разгон до сотни за 9,2 секунды, эта машина все же очень не любит светофорных гонок. И чем более плавный и деликатный у вас стиль вождения, тем дольше проживет ваша коробка передач. Что касается ходовой части Lexus RX300, то подвеска на этом автомобиле очень и очень комфортная, очень мягкая и крайне удобная как в дальних поездках, так и при эксплуатации автомобиля на дорогах, скажем, с не очень хорошим покрытием. Весьма неплох здесь и клиренс, особенно по меркам современных кроссоверов. И низшая точка здесь, по сути дела, передний подрамник, а не поддон коробки или поддон двигателя. И даже невыхлопная система, что не может не радовать. Что касается ресурсов компонентов подвески RX300, то об этом, наверное, можно было бы рассуждать лет и так 10 назад, когда подавляющее большинство этих автомобилей еще не разменяло 20-летний рубеж. В настоящее время, говоря про 20-летний автомобиль, рассуждать об этом бессмысленно, ведь большинство компонентов здесь уже было поменено и не по одному разу. В передней подвеске нижние шаровые опоры по старинке меняются отдельно от рычага, крепятся они болтами. Рулевая рейка обычная, гидравлическая, и при осмотре подобного автомобиля нужно убедиться в том, что она не бежит и не течет. Ремонт этого компонента давным-давно освоен и вряд ли будет стоить сильно дороже, чем 15-20 тысяч рублей. Но, конечно, все зависит от региона и того, кто будет этот самый ремонт выполнять. Пока автомобиль на подъемнике, также рекомендуем убедиться, помимо отсутствия течи по стыку двигателя и коробки передач, в отсутствии подтекания масла по сальникам приводов, в целостности пыльников этих самых приводов, ну и, конечно, не забудьте посмотреть, как обстоят дела у задней головки блока цилиндров на предмет течи прокладки клапанной крышки. Двигатель здесь расположен слегка с наклоном в сторону моторного щита, и доступ к задней головке блока откровенно неудобен, поэтому всегда есть соблазн немножко поэкономить на устранении вопросов именно по задней голове. Полный привод у ИРХ-а первого поколения реализован через муфту, которая подключает заднюю ось в работу при пробуксовке передка. Этим процессом водитель, по сути, никак не управляет, и в случае своей кончины муфта оставляет эту машину навсегда переднеприводной. Поэтому при осмотре подобного автомобиля на всякий пожарный убедитесь, что муфта функционирует исправно. Для этого нужно будет либо скользкое покрытие, если покупка происходит в зимнее время, либо вывесить автомобиль на подъемнике, если дело происходит летом. Также при осмотре обязательно убедитесь в том, что у вас не люфтят крестовины на кардане, и в живом состоянии находятся подвесные подшипники. Кардан, кстати, здесь необычно длинный для данного класса автомобилей, и состоит аж из трех секций. Что касается задней подвески ИРХ-300, то здесь у нас по факту используется, по сути, многорычажка. Тяг здесь много, сайленблоков тоже, и при осмотре подобного автомобиля на всякий пожарный лучше убедиться, что эти резинки либо уже вменены, либо пока не требуют замены. Ну а на растрескавшиеся, например, подушки опоры заднего редуктора можно до поры до времени внимания и не обращать. Не оторваны, функцию свою выполняют, и ладно. На всякий пожарный имейте в виду, что при введении в порядок полностью убитой ходовки на ИРХ-300 первой генерации в реалиях 22-го года с нынешними ценами на запчасти может потянуть также на около 100 тысяч рублей, если делать решительно всё. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным про ИРХ-300 первого поколения? Имеет ли смысл рассматривать такой автомобиль для покупки на повседнев вообще или нет? Здесь на самом деле нет однозначного ответа. Конечно, с точки зрения обычного потребителя, этот автомобиль, по сути, представляет собой тяжёлый, довольно прожорливый и, скажем, не претендующий на абсолютно беззатратную эксплуатацию вариант. Особенно, если речь идёт про уставшие экземпляры, где нужно заниматься не просто поддержанием автомобиля в нормальном состоянии, а полноценной реставрацией. Однако, есть у этого автомобиля и пара-тройка очевидных плюсов. Первое. Это очень и очень хороший, добротный, надёжный двигатель серии 1MZ под капотом, которого в целом для этого немаленького паркетника должно хватать при повседневной эксплуатации с поправкой на стиль вождения, который диктует сам автомобиль. Это хороший кузовной металл, который реально даёт шансы обнаружить подобную машину в не сгнившем до дыр виде, даже в почтенном возрасте 20 лет. Ну и третье. Это комфорт, шумоизоляция и комфортная подвеска. Действительно, ощущение от езды на этом автомобиле будут несравнимы с теми, которые вам даст, например, Nissan Qashqai или какой-либо кореец сопоставимого класса из более свежих. Если же после долгих поисков вы найдёте такой экземпляр 300-го, который был в руках у человека, любящего и обслуживающего своевременно эту машину, да, вы сможете эксплуатировать этот Lexus какое-то время, практически не вкладываясь в его ремонт. Но и стоить такой экземпляр по низу рынка уже точно не будет. Кстати, именно этот автомобиль, если он вас заинтересовал, находится у нас на продаже. Вы можете посмотреть его в нашем автосалоне в городе Новосибирске по адресу улица Фрунзе 61-2 в любой день с 10 до 19. Любые вопросы по этому автомобилю вы можете задать в том числе и по телефону, который будет в описании, как и вся контактная информация. На сегодня всё. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть RX 300, либо его японский аналог Toyota Harrier, с любым из двигателей, вы проехали на нём не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, в чём нас поправить, то обязательно пишите в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной машины, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. Пока!